Ну а перед тем, как вы перейдёте к просмотру данного видеоматериала, хотел бы вам порекомендовать офигенный канал Замиля. У него всего лишь 775 подписчиков, поэтому, ребят, это срочно выправляйте. Да, вот что-то я украинское слово вставил сюда, не знаю зачем, ладно, не суть. Значит, смотрите, у него тут всего 6 роликов, но он очень быстро растёт, у него офигенный контент, а ещё мы с ним запилили совместочку. Так что подписывайтесь на него обязательно с колокольчиком, чтобы не пропустить наш совместный видосик. И, собственно, ссылочка на Замиля в описании, а мы переходим к видосику. Всем даро, чеки, на связи Фьючер. Так, а чё это тут, ты ролик Фьючер хотел посмотреть? Ага, фигушки тебе, сначала поставь лайк на этот видосик и обязательно приходи сегодня ко мне на стрим в 17.00 по МСК. Да, у нас будет сегодня очень весёлый стрим, будет много подписчиков, будем играть в бесплатном пати, веселиться и, собственно, копить мне на новую вебочку, чтобы я вам слил своё лицо. Ну что ж, ребят, больше не смею томить, переходим к видосику. Всем даро, чеки, на связи Фьючер и сегодня я вам расскажу историю про то, как я сломал спину. Да, это максимально трешовая история, я реально сломал спину и ещё смешнее то, как именно я её сломал, а точнее не совсем я. Когда мне, собственно, сломала спину моя собака. Да, мой пёс, у меня есть немецкая овчарка, я уже рассказывала про это и, собственно, он мне сломал спину. Ну что ж, давайте уже перейдём к ролику и вы узнаете, что и как это вообще произошло. Погнали! Итак, вот мы уже и переместились в нашу первую игру и, собственно, наша касочка уже начинается и я начну вам, собственно, рассказывать эту довольно-таки забавную и даже в некотором смысле стрёмную историю. Собственно, как вы уже поняли, эта история будет про то, как я сломал свою спину. Да, то есть хоть это и называется перелом, но это не совсем перелом, то есть в теле человека идёт, получается, в спине позвоночник. И это две косточки такие, которые немножко отдалены друг от друга. И, получается, у меня эти косточки просто соединились, ну не соединились, а прикоснулись друг к другу и были сдвинуты в одном месте из-за того, что я, собственно, упал на спину. Ну, собственно, сейчас я вам всё это расскажу и, как вы уже, наверное, поняли поначалу, это всё из-за моей собаки. Да, мой пёс сломал мне спину, это очень странно звучит, но именно так всё и было. Собственно, это произошло во втором классе, в конце второго класса, мне тогда было всего 8 лет, и я в какой-то степени даже, наверное, благодарен, потому что в то время мне совсем не хотелось учиться. И именно после перелома, который толком не перелом, но я вам это уже всё прояснил, так что это называется, получается, компрессионный перелом двух позвонков, но на деле никакого перелома нет, просто сжатие двух позвоночников. Так что будем называть это переломом, но это просто название такое, то есть никакого там разлома костей нету, ничего такого, так что, собственно, вот так. И я довольно-таки благодарен, что ли, своей собаке, поскольку она меня выручила. Получается, то есть, боссман, мой пёс, мне помог откосить от армии, то есть на будущее я уже не пойду служить, поскольку перелом по медкнижке мне просто не даст этого сделать, поскольку у меня он до сих пор до конца не зажил, и у меня всё ещё немного деформированный позвоночник, да. То есть, от этого ничего, как бы, мне плохого абсолютно нет, единственное, что мне нельзя заниматься профессиональным спортом, то есть именно, ну, нельзя именно прям такие мега-прям физические нагрузки, которые, вот, к примеру, не знаю, к примеру, 8 часов в день нельзя мне за штангой сидеть. Вот такое вот, единственное, что ограничение, это просто, ну, я такими не собирался заниматься, то есть максимум, там, в будущем буду ходить в тренажёрку, и то, там, пару часиков, но не суть. И, собственно, да, я, получается, откашу от армии, и вообще будет всё шикарно, да, и плюс я в школу прогулял, тогда я совсем не хотела учиться. Ну, короче, собственно, можно сказать, мне мой пёс помог. Так что, да, вот так, давайте я уже, собственно, начну рассказывать, как это именно произошло, а потом уже поговорим про все детали, плюсы, минусы, и вообще всё это обсудим, и я вам выскажу всё своё мнение, ну, и, собственно, все, вообще, расскажу все детали и всё такое. Значит, произошло это одним днём, да, логично, не ночью. Кстати, карточку мы затащили, переходим к следующей. И, получается, произошло это, ну, ладно, число не буду говорить, это вообще бессмысленно, тем более я сам не помню. Ну, короче, вот, произошло это днём, я пришёл тогда, пришёл со школы, и, получается, решил пойти во двор. Да, выхожу я во двор, играю с псом своим, то есть, как бы, немецкая овчарка, вы знаете, что это собаки довольно здоровые, на то время ему было уже около трёх лет, то есть, это уже, ну, довольно-таки он вырос, он был уже гигантским просто, ну, по сравнению со мной восьмилетним, и, типа, получается, как же это произошло, это довольно-таки забавно было. Получается, просто играюсь я со своим псом, получится мячик, да, ну, логично, все собаки любят мячики, и был такой большой футбольный мяч, ну, то есть, он был немного спущен, и я, как бы, ну, поскольку для меня он уже не годился, я отдала его своему псу, ну, и, как бы, он с ним игрался, да, и я с ним игрался этим мячом, и всё такое, да, думаю, те, у кого есть собаки, типа, ему-то. И, собственно, вот мы игрались, как обычно, всё, типа, окей, и тут я кидаю ему мячик, он приносит его, бесится, казится, там, сковчит, ну, гавкается, что, собственно, собаки делают обычно. И, получается, так оказалось, так произошло, что мяч я пнул ему, он мне его принёс, а потом он отбегает, разбегается, и в этот момент меня отвлекла мама, то есть, она позвала меня или что-то, но пёс мой этого, логично, не понял, и, как бы, продолжал со мной играться, он набрал разбег, разбежался, и, как бы, мяч оказался у меня возле ног, и, поскольку у меня сейчас, я живу в частном доме, у меня есть двор, играл я именно во дворе, логично, у меня там растёт газон, и в то время была роса, или что, я не помню, или был дождь тогда, ну, короче, трава была слегка влажная, трава, собственно, всегда слегка влажная и скользкая, и, получается, разбегается мой пёс, я отвлёкся на маму, получается, он хватает этот мяч, и начинает останавливаться, и просто всем своим огромным массивным телом начинает просто дрифтить, как BMW i8, да, и, собственно, дрифтит, и его заносит, и, получается, он толкает меня, я, собственно, отлетаю, если можно так назвать это, о, кстати, челика красиво убил, и, собственно, отлетаю я и падаю на спину, да, я подскальзываюсь, и с высоты своего роста, я довольно-таки с большой высоты, ну, так сказать, если это можно, то есть он прям сбил меня, и я не просто свалился на попу, я прям полностью на спину упал с высоты своего роста, это довольно-таки было больно, да, неприятно, и первые секунд 30 я просто не мог дышать, у меня тогда охватила паника, как сейчас помню, у меня вся жизнь пронеслась перед глазами, и я сам себе такой, бля, я чё, умру, типа, я такой, не, не может быть, чё, чё за фигня, типа, ну, короче, в итоге прибежала мама на мои стоны, если это так можно назвать, и, собственно, помогла мне вроде как, такой, блин, меч выкинул, и дала мне вроде как воды попить, и всё, вроде мне стало легче, и, собственно, всё, мы просто забили, да, мы реально забили, я просто пошёл потом в дом, смотрел телек, чилил, что обычно делали 8-летние дети, я не знаю, сам не помню уже, так как было это довольно-таки давно, и, собственно, ничего не было вообще, ничего не болело, ничего абсолютно я не почувствовал, ну, кроме того, как я, когда упал, это, понятное дело, было неприятно, ну, и где-то недели через две мы думаем, надо бы поехать в больницу на всякий случай, типа, проверить, хоть у меня было, не было вообще никакого дискомфора, боли или ещё чего-то, получается, приезжаем мы в больницу, и нам говорят, типа, идите, сделайте рентген, ну, я думаю, все знают, что это такое, мы сделали там, вроде ничего не показало, потом нас направили на МРТ, тоже можете погуглить, это такая хрень, вы залазите, типа, ладно, не буду объяснять, просто погуглите, это тоже что-то по типу МРТ, и, получается, сделали снимок, сделали снимок, вот, да, МРТ, и, получается, там показалось, что там есть перелом, да, ну, точнее, ну, называется перелом, движение с двух позвонков, компрессионный перелом шестого и седьмого, вроде бы, позвонка, и, собственно, вот так вот это всё произошло, то есть мы просто все офигели, такие, чё, что произошло, в итоге я на два месяца, не, не на два месяца, на месяц попал в больничку, полежал, отлежался, выспался, я, если честно, этот фрагмент абсолютно не запомнил, мне вроде бы было даже весело, так как там были веселые ребята, со мной лежали, мы общались, там все дела, ну, не суть, собственно, после того, как я вышла из больницы, мне ещё довольно-таки долго нельзя было ходить, да, то есть я просто всегда проводил более лежачий образ жизни ещё около месяца, ну, и потом уже всё, просто ничего больше не было, просто он сам по себе, что ли, заживал, если это так можно назвать, ну, и, собственно, вот так вот я, собственно, и сломал спину, да, мой пёс мне в этом помог, но теперь я расскажу плюсы, мне очень повезло, что я не чувствовал боли, доктора сказали, что мне мега-мега сильно повезло, так как боль была бы просто адская, это было бы очень больно, но у меня почему-то, то есть они сами не знали почему, я просто не почувствовала эту боль, то есть, не знаю, может, я в тот день выпил слишком много вина, ладно, шучу, я тупни бань, я не пью, этот, осуждаем, да, до 18-летней, никакого алкоголя, ребят, запомните, и получается, просто мой мозг, не знаю, не воспринял это всерьёз и решил, что боль мне не нужна, поэтому, как бы, я не почувствовал, и мы сразу не обратились в больницу, но это даже к лучшему, поскольку я просто отлежался немножко в больничке, пропустил годик школы, кайфанул, учёба у меня не стала хуже, в итоге я не пойду в армию, мне вообще кайфово, всё шикарно, жизнь в шоколаде, но если бы у меня был вариант просто не ломать спину, конечно бы я выбрал именно это, поскольку, наверное, где-то года, сколько, наверное, года 2 или 3 даже, я не мог заниматься абсолютно ничем, а я жёстко хотел пойти на футбол, да, в то время я очень сильно хотел пойти на футбол и заниматься футболом, но мне нельзя было, и это было довольно грустно, но в итоге я бы, если честно, и сейчас был не против пойти на футбол, но у меня уже не будет времени на это, так как канал, все дела, да, и плюс мне как-то уже самому лень, ну, типа, так что, вот так, какие ещё есть плюсы у этого, если честно, не знаю, плюсы искать в этом, это немножко даже глупо, если так можно это выразиться, но, собственно, я уже всё рассказал, что можно было, наверное, рассказать, так что, думаю, можно теперь просто закончить красиво каточку, так что, чел, это ко мне пристал, меня тут закрыл в коробке, и как мне теперь отсюда как бы выбираться из этой ситуации, так, блин, ну чел, я не хочу не умирать, аааа, что ты творишь, так, давайте попробуем к нему простроиться, ладно, не суть, ребята, переходим к следующей каточке, ну что ж, чуваки, вот я закинул нас в последнюю каточку, чтобы до конца донести свою мысль, и, собственно, что я хотел вам сказать этим видеороликом, да, то, что не всё плохое по-настоящему оказывается таким ужасным, как оно кажется, вот я, кажется, сломал спину, но на деле там просто название, то есть абсолютно никакого перелома нет, никакой боли я не чувствовал, и мне это вылилось только в плюс, я не буду служить в армии, останусь дома, да, конечно, родине служить это круто, но я, пожалуй, воздержусь. Также я пропустила немного школу, это, конечно, не прям чтоб круто, но для меня это был также плюсик. Так что, ребят, вот если у вас что-то в жизни не идёт, то вы знайте, что у всего есть свои плюсы и свои минусы, и у всего, если вы хорошо поищите, вы обязательно найдёте плюсы, так что, если, к примеру, вы тоже что-то сломали, обязательно напишите в комментариях, кстати, вы ломали когда-то что-то себе или нет, мне будет реально интересно почитать все комменты, я читаю, как я уже говорил много раз, и, собственно, если вы что-то себе сломали, абсолютно не расстраивайтесь, рано или поздно это всё заживёт, и это вообще, я считаю, всё полная хрень, то есть, если это не что-то прям такое серьёзное, оно просто заживает, то есть обычный перелом, да, неприятно, да, как бы есть свои минусы, но у всего нужно искать свои плюсы, ребят, и нужно по жизни быть оптимистом, так что вы абсолютно не расстраивайтесь, сейчас такое время, что люди без оптимизма просто не выживут, так что, как бы, делайте мир лучше, делайте лучше себя, своих близких и все такое, да. Меня что-то вообще понесло на какую-то лирику, не знаю, давайте закончим уже эту каточку и перейдем к прощанию. И также, чувачки, я хотела вам сказать, что у меня сегодня пройдет стрим в 17.00 по московскому времени, обязательно приходите, буду всех ждать, будем играть, веселиться, бесплатная пати, все дела, если вы мне задоните, мне будет очень приятно, так как вы поможете собрать мне на вебочку, вебочку очень крутую, с которой я спалю лицо, как только куплю вебочку, обязательно сделаю для вас стрим с лицом, да, с вебкой, и также будут годные ролики с вебкой, маус-кэмой, все такое, да, ребят, но не суть, так что жду вас всех на стриме, просто приходите, будем веселиться с вами, играть и, собственно, развлекаться. Да, многие проголосовали, чтобы в 13.00 по московскому времени был, но, ребят, типа в комментариях было завалено, кстати, мы затащили, в комментариях было завалено, что... И, собственно, в комментах под том постом было написано дофигища комментариев про то, что многие чувачки на дистанционке, многие ребятки в школе, многих дистанционки нет, и все, как бы, многие просто будут в школе и не смогут, да, и, собственно, я тоже думаю, что 13.00 это как-то рано, я не собиралась так рано делать стрим, так что в 17.00, собственно, ребят, приходите, я вас всех жду, обязательно, как бы, запасайтесь лайками, чтобы мне их втыкнуть, да, втыкнуть, как бы, да, в кнопку лайка, не в меня. Ну что ж, ребят, собственно, я уже все вам расскажу. Продолжение следует...